Господь опять обновил Свою милость для каждого из нас, и у нас есть за что благодарить Бога. Сегодня я хотел бы, мне придется прочитать некоторые отрывки из Библии, конечно, каждый может, я к молодежи больше обращусь, наверное, вы можете, как говорится, слушать внимательно, можете там, как говорится, «цол аптую» есть такое выражение, но если вы послушаете эти два интереснейших отрывка из Библии, я думаю, что вы не пожалеете. Первая, это записано Иеремия, 28 глава. Здесь короткая глава, и мы ее прочитаем полностью. 28 глава Иеремия. «В тот же год, в начале царствования Сидейки, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников». То есть, это Иеремия рассказывает сам за себя. Я говорю, что этот Анания говорил Иеремии в доме Господнем, то есть в храме пред глазами священников и всего народа. И сказал, хочу обратить внимание, что это была ситуация, когда царь Новохадоносор воевал против Иерусалима, против евреев. Этот Анания говорит такие слова. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского». Ярмо это имелось, если вы видели такое, ну, взрослые понимают, я взрослым не хочу это объяснять. У лошадей, видели, наверное, такая, из дерева сделанная такая буква «Ю», upside down, да, на шее висит. Вот, когда ее впрягают в телегу, вот, то вешают ей на шею такую штуку, ремни, и вот она, лошадь, тянет эту телегу. И вот это называлось ярмо, то есть запрягали лошадь, чтобы она работала. «Так сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на это место все сосуды Дома Господня, которые Новохадоносор Ставил Вавилонский взял из сего места и перенес их в Вавилон». Пятый стих. «И сказал Иеремия пророк, пророк Анании, пред глазами священников и пред глазами сего народа, стоящих в Доме Господнем. И сказал Иеремия пророк, да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, которые ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов Дома Господня и всех пленников на это место. Только выслушай слово сие, которое я скажу тебе, вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые изданы были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. «Если какой пророк предсказывал мир, то только тогда он был признаваем за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка». Это Иеремия говорит этому Анании при всех. Люди стоят вокруг в храме. И что делает Анания? А у Иеремии на шее висела вот эта деревянная штука такая. Бог ему сказал одеть ее на себя в знак того, что народ израильский будет служить этим халдеям. Они будут им как рабы. И Иеремия одел эту штуку на себя. Тогда пророк Анания взял это ярмо шеи Иеремии пророка и разбил его. Разломал или полударил, не знаю. Разбил, сокрушил, написано. И сказал Анания пред глазами всего народа слова сии. «Так, говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через два года сняв его с шеи всех народов». Он сказал пророкество, и Иеремия не стал с ним спорить. Здесь дальше написано «И пошел Иеремия своей дорогой». Иеремия просто понял, что спорить с ним бесполезно с этим Ананией. И он просто развернулся и ушел. И когда Иеремия ушел, не знаю, домой к себе пошел или не знаю куда. Здесь 12 стих. «И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с шеей Иеремии пророка Иеремии». И вот здесь уже говорит Бог к Иеремии. А мы знаем, что с Иеремией разговаривал Бог. И Бог говорит Иеремии «Иди и скажи Анании». Так говорит Господь. «Ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное». Ибо так говорит Господь, слава Бога, Бог Израилев. «Железное ярмо возложу на шею всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому. И они будут служить ему. И даже зверей полевых я отдал ему». Иеремия вертается обратно к Анании. И 15 стих. «Иеремия говорит Анании. И сказал пророк Иеремия пророк Анании. Послушай, Анания, Господь тебя не посылал. И ты обнадеживаешь народ сей ложно». То есть ты неправду говоришь. «Посему так, говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце. Интересно, что и пророк Анания говорил слова «так говорит Господь», и пророк Иеремия говорил слова «так говорит Господь». «Оба пророчествовали от имени Господня». Но мы вернемся еще чуть-чуть к этой теме. Давайте еще одно место прочитаем. Здесь вообще интересная история. Это 3-я царств, 22-я глава. Подобная ситуация. Я здесь буду, не знаю, если братья за мной будут испевать, потому что я не буду все читать, чтобы не грать ваше время. Это 22-я глава, 3-я царств. Начинается она так. «Прожили три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. Ну, в гости пошел. Они там, по-моему, были родственники даже какие-то. По-моему, сын царя израильского женился на дочке этого Иосафата, царя иудейского. Ну, а тот пошел, так сказать, посетить своего родственника. «И сказал царь израильский слугам своим, знаете ли, что Ромов Галаадский наш, это такой город, давайте пойдем его заберем, так сказать, отвоюем его у Сириян обратно. И сказал он Иосафату, 4-й стих, пойдешь ли ты со мной на войну против Ромов Галаадского? И сказал Иосафат царю израильскому, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои икони, так и мои икони. В смысле, мы родственники, все нормально, пойдем вместе. «И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь». И вот здесь начинается самое интересное. «И собрал царь израильский пророков, около 400 человек. И сказал им, идти ли мне войной на Ромов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предас его в руки царя». Кстати, я на эту тему как-то беседовал с братьями, что это были за пророки, 400 человек, которых царь израильский собрал. Конечно, могут быть разные мнения, но братья пришли к выводу, что одно время, это были не те пророки, про которых написано, помните, при этом Ильи, что там было 400 пророков Валовых и 400 пророков, или 450, Дубравных, да? Вот. Вот эти 400 пророков, это когда-то были пророки Господни. И что здесь происходит дальше? Значит, все они говорят, иди на Ромов Галаадский, будь тебе успех, будь тебе благословение, все 400 человек. И сказал Иосафат, 7 стих, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал Иосафату, есть еще один человек, через которого можно было вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только плохое. Это Михей, сын Иемлая. И сказал царь Иосафат, не говори так, царь. И послал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем. Царь израильский и Иосафат сидели, каждый на свидалище своем, одеты в царские одежды, такое большое представление было. На площади народу полно, 400 человек пророков, два царя сидят на своих престолах. Такое событие государственного масштаба. И все пророки пророчествовали перед ними. И самый интересный стих дальше, 11 стих. «И сделал себе Сидекия сын Хинааны, железные рога». Не знаю, с чего он их скрутил, железные рога такие. «И сказал, так говорит Господь». Интересное опять выражение, да? Которым Бог только пользуется. Сидекия говорит эти слова. «Так говорит Господь. Этими ты избадаешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Ромах Галадский, будет тебе успех». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь. Я из реки то, что скажет мне Господь». И пришли они к царю. Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам войной на Ромов Галадский или нет?» И сказал тот ему, «Иди, будет тебе успех, Господь продав свою руку царя». Ну, Михей решил уже просто свое мнение сказать, и чтоб от него просто, наверное, или отстали, или что они от него хотели. «И сказал ему царь, 16 стих, «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истинного имя Господа». И сказал он, «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый дом свой». И сказал царь израильский Есофату, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчит от меня доброго, а только худое?» «И сказал Михей, «Выслушайте слово Господне!» «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стало при нем, по правую и по левую руку его». «И сказал Господь, кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в ромофе Галаадском?» «И один говорил так, а другой иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я выйду и сделаю с духом лживым». Проследите здесь, давайте мы проследим очень внимательно. «Я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И дальше Михей говорит царю, «И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех этих пророков, а их там 400 человек стоит. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидеки, сын Хинаана, это вот тот, который рога себе сделал железные. Подошел и ударил Михея по щеке и сказал, «Как? Неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать с одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, гранадоначальнику, и Кеасу, сына царя. И скажите, так говорит царь, посадите этого Михея в темницу и кормите его скудно, то есть так, по чуть-чуть давайте ему хлеб и воду, чтоб не умер просто. «Доколе я не возвращусь в мире?» И сказал Михей, «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня и сказал, слушайте это весь народ». Вот такая интересная ситуация здесь, интереснейшее событие. Кто помнит, вернулся царь израильский в мире домой? Не вернулся. Мертвым провезли, потому что Бог о нем раньше сказал, что его кровь будут псы лизать вот там, возле озера. Знаете, сегодня я хотел бы вместе с вами, мне уже надо спешить, порассуждать на такую тему. Как и когда уходит Бог? Такой вопрос. Как и когда уходит Бог? Интересно, мы с вами прочитали про этих двух людей, да? Я уже в сторону отодвину тех 400 человек. Вот этот Сидекия и тот Анания, который жил во времена Иеремии. И там написано, пророк из Гаваона. Насколько я понимаю, этот Анания, это когда-то был действительно пророк Господен. Бог через него говорил. А что произошло? Как так получилось, что Анания вообще не понял, когда Бог ушел с его жизни? Когда Бог от него отступил? Где этот был момент, который Анания просто пропустил? Он ничего не понял. И он также продолжал пророчествовать, также пришел в дом Господень и сказал, что Господь через два года все вернет, все возвратит. И говорил такие слова, так говорит Господь. А на самом деле, Бог через Иеремию говорит, ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И там написано, и умер Анания в том же году, в седьмом месяце. И это самое Сидекия, да? Тоже, я думаю, был пророк Господень. Но он подходит к этому Михею и говорит, как? Неужели, говорит, от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе? Вы знаете, я уверен, если бы на тот момент, когда Сидекия вот эти взял, рога себе железные сделал там, да? И перед этой всей толпой большой, там пророчествовал, говорил, что этими рогами ты избадаешь сырья. Ну так, образно. Я уверен, что если бы у Сидекии тогда, как сейчас принято говорить, взяли интервью у Сидекии, и сказали Сидекии, а что вы сейчас чувствуете, да? Как сейчас с микрофоном там подходят на улице к людям? Сидекия бы сказал, вы знаете, я чувствую сильнейшее Господнее присутствие. Я чувствую, как Дух Святой меня наполняет, и Господь повелевает мне эти слова сказать. Это бы сто процентов бы он сказал. А на самом деле, а на самом деле Бога и близко не было даже. Просто не было и близко. И вот задается вопрос, теперь этому уже Сидекии, естественно, мы у него не спросим сейчас. Сидекия, где ты пропустил момент в своей жизни, что Бог ушел, и ты даже этого не заметил? Как так получилось? Я уже не буду читать, вспоминаю такое известнейшее вам событие, когда народ израильский шел из Египта во времена Иисуса Навина. Иисусу Навину докладывают, такой был маленький город, Гай назывался. Иисусу Навину докладывают, говорит, город маленький, даже не утруждай туда всех людей. пошли там три тысячи человек, и вы помните это событие, когда эти три тысячи человек просто от этой бежали, как только могли, от этих людей из этого города, и потерпели поражение. 36 человек были убиты. И там написано, Иисус Навин и другие с ним люди упали на землю, лежали до самого вечера, посыпали свои головы пеплом, просто так мусор брали с земли и сыпали на себя. Это был знак такого отчаяния. Поразрывали свои одежды. Интересный момент, что Иисус Навин, да? Я его ни грамма не обвиняю, потому что мне далеко до Иисуса Навина. Но интересно, что Иисус Навин не почувствовал в своем духе тот момент, когда Бог ушел. Бог отступил в сторону. Потом там была большая разборка, нашли этого Ахава. По-моему, Ахава его звали, если не путаю. Ахан, да? Ахан, да. Нашли этого Ахана с его семьей, всех, к сожалению, все погибли в итоге. Но интересно, что Иисус Навин не ощутил тот момент, когда Бог ушел. И сегодня, прочитавшие, мы вместе с вами прочитали эти три, или один я рассказал, а два мы прочитали, три события из жизни народа израильского, да? И отвечая на вопрос, как уходит Бог, можно ответить так, что Бог уходит тихо и незаметно. тихо и незаметно. Люди даже не замечают, пророки не замечают, как Бог ушел. И там, когда Иисус Навин уже поднял весь этот вопрос с Аханом, и Бог начал ему говорить. И Бог говорит такие слова. заклятая среди тебя Израиль. И что дальше Бог говорит, кто помнит? Говорит, не буду больше с вами, пока не удалите из среды своей заклятого. Говорит, не буду больше с вами. Интересно, а если бы народ израильский, или тот же Иисус Навин, да, слава Богу, что он был боязненный человек, но если бы он не занялся вопросом разобраться, а куда делся Бог? Опроса, вот потерпели поражение, ну, 3 тысячи человек мало, давайте туда 10 тысяч человек пошлем. И 10 тысяч человек потерпели поражение. 50 тысяч, и 50 тысяч человек потерпели поражение. Почему? Потому что Бога нету. Но, слава Богу, что Иисус Навин достаточно был человек, близкий к Богу Который после первого же поражения, он понял, здесь что-то не то Здесь что-то не то И когда он начал разбираться, Бог говорит Вот это причина, и не буду больше с вами, если не удалите из среды своей заклятого Интересно, что помните все такое место Давайте я его быстренько прочитаю Это книга судей про Самсона Все прекрасно знают всю эту ситуацию Как его подруга усыпила, отрезала ему все волосы Которые Бог говорил, не должны быть эти волосы отрезаны у него Потому что он был особенный человек Здесь 20 стих говорится так Это 16 глава 20 стих Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон Он пробудился от сна своего и сказал, пойду как прежде и освобожусь А не знал, что Господь отступил от него Бог также тихо ушел Он даже не сказал, есть такое выражение, даже не сказал до свидания Просто тихо ушел от Самсона И все Я слушал одно свидетельство брата, который здесь живет в Америке Эта ситуация, насколько я помню, была в Спокене Знаете, такой город есть Не так давно там был один человек Через которого Бог производил сильнейшее исцеление Вот А этот брат, он сам епископ Услышал об этом человеке, о том, что Бог действует Взял тоже больных со своей церкви Ну знаете, как мы Мы такие все осторожные Знаете, мы уже много где пообжигались, как говорится И он был таким же Он взял больных со своей церкви Приехал туда Говорит, побеседовали Он говорит, брат, Бог через тебя производит исцеление Он говорит, да Он говорит, хорошо, вот есть больные Давайте, говорит, будем молиться Это история наших дней Говорит, давайте будем молиться Говорит, но я тебя, говорит, предупреждаю Я буду молиться с открытыми глазами А тот говорит, почему? Он говорит, я хочу видеть все, что происходит Тот говорит, окей Говорит, никогда не видел такого неверующего человека, как ты Говорит Он говорит, на этого епископа Тот говорит, говори обо мне, что хочешь Но я буду молиться с открытыми глазами И этот епископ свидетельствует, говорит Говорит, просто говорит, я такого никогда не видел. Он говорит, спокойно, никакого, этот человек, через который Бог производил селение, никакого крика, никаких там усиленных молитв, ничего. Просто подошел, положил так руку. Будь здорово, имя Иисуса Христа. И эти больные, которые приехали с этим епископом, мгновенно исцелялись. Еще один момент. С этим епископом он привез с собой одну девчонку, ей было там что-то около 20 лет. Очень умная девчонка, она, естественно, говорит по-русски, по-английски, и испанский выучила в идеале. Она была полностью скручная вся, не могла распрямиться. Бог ее исцелил мгновенно. Через этого человека, ну, после этих всех пребываний там, они уехали обратно. Вот. И этот епископ рассказывает, говорит, через там буквально пару недель, говорит, я услышал, что эта, говорит, девчонка с моей церкви, которая была скрученная вся, она уехала к этому брату, через которого получилось исцеление, чтобы быть переводчиком на испанский язык. Говорит, я когда услышал, говорит, эту новость, говорит, я понял, что это плохая идея. Тот брат был женатый, через которого Бог производил исцеление. Этот епископ говорит, я понял, что это была плохая идея. Так оно и вышло. Она, девчонка, была сама по себе красивая, умная. Тот человек был женатый, между ними произошел грех. И буквально через короткое время этот епископ едет опять туда, тоже везется, но он еще об этом не знал, что между ними произошел грех. Он берет опять с собой группу больных, приезжает туда, к этому братку, они становятся на молитву. А с этим епископом Бог общался. Бог ему иногда говорил. И говорит, мы стали на молитву. Говорит, молимся, и я, говорит, слышу слова от Бога. Отступила сила. Ни одного исцеления больше не было. Когда стали разбираться, что уже произошло. Произошло то, что произошло. И этот человек, через которого Бог производил исцеление, он даже, я не знаю, как он, все это, как говорится, у него в голове прошло, но факт остается фактом. Человек так же и думал, что Бог с ним. Но Бога рядом уже не было. Бог так же тихо ушел. И такой большой ущерб народу Божьему, я бы сказал, произошел, да? Бог так сильно через него действовал. Бог так сильно исцелял. Но, как говорят американцы, на ты не мор. Все. Бог ушел. Вы знаете, этим примером можно проводить очень много, точнее, к этому случаю много приводить очень много примеров. Сегодня много можно увидеть проповедников, которые включают музыку, берут микрофон, бегают по сцене, да? И как-то молитва, там, к молитве призывают, там, барабаны набирают обороты, там, грохот такой стоит. И когда беседуешь с этими людьми, они говорят, мы чувствуем, что Дух Святой сходит на это место. Интересно, что если музыку выключить, то такое ощущение, что Дух Святой сильно зависит от музыки. Но я так не думаю. Потому что, когда музыку выключают, почему-то у людей этих пропадает ощущение Господнего присутствия. Вы знаете, очень часто Бог не имеет ничего общего с эмоциями. Иногда и очень часто люди путают Божье присутствие со своими эмоциями. Как случилось у Анании, пророка, про которого мы с вами читали, у седейки этого пророка, люди путают свои эмоции с Господним присутствием. Вы знаете, слава Богу, но в нашей церкви недавно произошло одно чудо, про которое, возможно, вы не знали, и, может быть, и не узнали бы никогда. Обыкновенная семья живет уже долго вместе в нашей церкви. У жены, я знаю, что у нее голова болела, можно сказать, каждый день. Можно сказать, каждый день. Это редкий день, когда у нее не болела голова. Человек очень мучился головными болями. В один из дней у нее опять болела голова. Это было в прошлом году. И она так сидит и говорит к своему мужу, опять голова болит, говорит, помолись за меня. Этот муж встает, и, насколько я знаю, как говорится, встает он. Он говорит, чувств каких-то там Господнего наполнения, там, какого-то большого, какой-то веры, что он сейчас помолится, а Бог исцелит, ничего не было. Просто, вот, обыкновенное состояние. Обыкновеннейшее состояние. Он подошел, положил на нее руки, помолился. У нее голова не болит по сей день, слава Господу. Никаких чувств не было, абсолютно. Сегодня у нас есть большая опасность перепутать наши эмоции с Господним присутствием. И это очень опасно. Это смертельно опасно. Сегодня нам нужно очень проверять нашу жизнь. Где Господь сегодня? Какие наши отношения с Ним на сегодняшний день? Я знаю, одно церковь, это... Ладно, не буду говорить, какой церкви. Чуть не сказал. Этот пастор церкви мне рассказывает, говорит, к нам начала... Кстати, церковь не нашего направления. Ну, anyway. Говорит, начала нас посвящать одна женщина. Я не помню, рассказывал эту историю или нет. Может, и рассказывал уже. Уже старею, потихонечку забываю. Где что рассказал? Говорит, начала нас посвящать одна женщина. Она, говорит, она разведенная. Приходит, говорит, приводит с собой детей, садится на переднюю скамейку. А у них там церкви есть прославление. Это когда все встают и несколько песен поют подряд. Говорит, приходит летом в шортах. Здесь вот так вот все. И, говорит, на нее смотришь... Это пастор церкви мне за нее рассказывает. Говорит, на нее смотришь... У нее такое в молитве общение с Господом. Она так поднимает руки. Она так славит Господа. Мы, говорит, ей раз вызвали и сказали, так в церковь приходить нельзя. Человек говорит, что вы смотрите на меня? У вас нечистый взгляд. У меня с Господом все в порядке. Потом, говорит, когда она пришла еще раз, после нескольких предупреждений, говорит, я сказал своим ашерам, выведите ее. Они просто подошли ее, так аккуратненько взяли и вывели ее из церкви. По-моему, она больше не пришла в эту церковь. Вопрос в том, что человек чувствует такое общение с Господом. Но у него даже и у этого человека нет элементарных понятий. Кто такой Бог? И в каком виде приходить пред его величия? Если человек пришел в церковь. Даже элементарных понятий нет. Но человеку кажется, что у него такое общение с Господом. И здесь какие-то братья мешают ей с Господом общаться. Есть такое место записано, я его читать не буду. Это Иисус Христос сказал, многие скажут мне в тот день. Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Я не знаю, как это работает, честно вам скажу. Для меня, вот это, что Христос сказал, для меня это до сих пор большой вопрос. Как Бог работает иногда? Там Христос не сказал, что... И Бог им скажет, я через вас не действовал. Вроде они как к Богу обращались, вот в этой именно примере Христа. Они говорят, Господи, не Твоим ли именем? Бог говорит, отойдите, я никогда вас не знал. Отойдите кто? Делающие беззаконие. Не важно, что мы сегодня чувствуем. Чувствуем ли мы Господне присутствие? Или мы Его вообще не чувствуем? Не поэтому определяется присутствие Господне. Абсолютно не поэтому. Есть такое место, я его прочитаю, мы будем с вами подходить к молитве. Это записано евреем. 12 глава. И здесь Павел пишет 28-29 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить Богу. Молодежь, обратите особенное внимание. Я вас просто умоляю. Обратите особенное внимание. Будем хранить благодать, которым будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Ну, страх, что такое, я думаю, вы знаете. Страх имеется в виду перед Богом. Благоговение – это понимание разницы между тобой и Богом. Понимание разницы. Такое хорошее, ясное понимание разницы. Кто ты и кто Бог. И какое твое отношение должно, и вообще твои поступки перед Богом, который наполняет все здесь вокруг, в присутствии, в принципе, которого мы постоянно находимся, какое должно быть наше отношение к Богу? Благовение и страх. И дальше двадцать девятый стих. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Что такое огонь поедающий? Это значит, что может в жизни человека наступить момент, который Бог терпел, терпел, терпел. А потом Бог начинает наказывать очень серьезно. И знаете, как с огнем, даже в английском языке, что в русском, что в английском языке есть такие понятия, да? В русском языке ты играешь с огнем, то есть это очень плохо, то, что ты делаешь. И в английском языке точно такое выражение. You are playing with fire. Тоже самый смысл. Опасное дело, да? Так вот, Бог наш есть огонь поедающий. Что нам делать с вами сегодня? Значит, отвечая еще раз, давайте вернемся к ответу, как уходит Бог. Бог уходит тихо и незаметно. Почему Бог уходит? Бог может уйти из-за греха. Бог может уйти из-за гордости. Бог может уйти из-за суеты. Когда у нас нет ни греха особого, ни гордости, но у нас наша голова с утра до вечера занята бизнесом. Вы знаете, у меня было такое в моей жизни. В Украине, когда я жил, я не скажу, что я был великий бизнесмен, но у меня неплохо получалось. Я продавал, покупал вещи за одну цену, продавал в два раза дороже, у меня неплохо получалось. И одно время это настолько завладело моими мозгами, что я просто помню один вечер, я сидел и думал, так, а мне за этим товаром нужно было по ночам мотаться, чтобы днем уже он у меня был в руках. И я сидел, помню, один вечер и думал, так, я съезжу сейчас еще раз, еще раз съезжу, значит, я уже почитал, сколько у меня будет денег и все остальное. Вы знаете, Бог терпел это все, терпел. Бог терпел то, что у меня он был не на первом месте, что у меня мозги были заняты суетой. И потом в один момент, когда я столкнулся с бандитами, которые меня чуть не убили, я понял, что Господь, я сказал Господь, я все понял. Я все понял, мне нужно свою жизнь менять, потому что Бог написано, Он ревнует. Богу не нравится, когда Он у нас на первом месте. Богу это не нравится. Богу нравится, когда наш разум занят им. И когда мы, я ничего не имею против бизнеса, абсолютно. Но когда мы с утра встали, и наши мысли с Господом, когда мы говорим, Господь, я хочу в этот день что-то сделать для Твоей славы. Вы знаете, я от одного человека слышал хорошую идею. Он говорит, я каждый вечер ложусь спать и думаю, проверяю себя, что я за сегодняшний день сделал для Бога. Вот просто сам себя проверяет. Вы знаете, это очень хорошая идея, эта идея мне понравилась. Если каждый из нас возьмется за такую идею, каждый вечер проверять, что ты сделал сегодня для Бога. Какие у тебя отношения с Богом были на сегодняшний день. То я думаю, у нас не будет того момента, что Бог может уйти тихо и незаметно. Поэтому, что нам нужно? Постоянная проверка своего состояния. Постоянная проверка наших отношений с Богом. Благовение и страх. Если у нас вот эти вещи будут, Бог никогда не исчезнет с нашей жизни. И возможно у нас не будет никаких там больших эмоций. Может у нас не будет какого-то там наполнения, как иногда люди считают, что вот я чувствую такое Господнее присутствие. Этого всего может не быть, каких-то чувств. Но Бог реально будет присутствовать. И Бог реально будет действовать. Бог будет исцелять. И Бог будет благословлять. Пусть Господь поможет нам, чтобы нас, никого из нас, включая меня, конечно же, не постигла ситуация вот этого Анания и Сидекии, от которых Бог ушел, и они даже не поняли когда. Давайте об этом помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok